Всем привет! Вы на канале Экипаж Ветра. И сегодня у нас нечастый гость, это сухопутный видос. Иногда вот очень хочется снять нечто подобное, потому что яхтинг на самом деле это не только ремонты и переходы, а яхта это транспортное средство, и она должна нас доставить к каким-то самым интересным местам на берегу. Самым интересным событием за зимовку в Валенсии для нас стал фестиваль Лас Фаяс. Лас Фаяс проводится ежегодно весной в Валенсии, и это грандиозное, как КТ сказала, шоу. В воздух взмывают тысячи петард, фейерверки, и по всему городу горят фигуры из папье-маше. И наше знакомство с этим фестивалем замечательным начнется с дневного шумного пиротехнического шоу под названием «Москлета». А потом позже мы посетим музей, где изготавливают такие фигуры, покажем вам фейерверки и всяческие разные остальные мероприятия в рамках этого крутого фестиваля. Его даже признали нематериальным наследием человечества. В общем, приятного просмотра, погнали! Поехали! Тут и там по городу установлены вот такие всяческие огромные и поменьше замечательные фигуры. Они символизируют хорошие и плохие черты человечества. Тут, видимо, дружба двух народов – африканских и азиатских, если я все правильно понимаю. Чуть позже мы увидим, как все эти фигуры будут сожжены под аплодисменты и овации всех этих местных зевак. Народа очень много, и все они стремятся занять места получше на главной площади города – Валенсия. Там сейчас в 2 часа дня будет происходить грандиозное пиротехническое шоу. «Москлита» на Валенсийском обозначает «петарда». Другие жители Испании могут даже не узнать это слово, потому что не все владеют таким диалектом. И вообще это уникальный праздник. За время его проведения Валенсия зарабатывает более 300 миллионов евро на вот этих всех туристах. Им всем надо что-то кушать, пить, где-то ночевать. Они сюда многие прилетели на самолетах. Это огромные бабки для города. Сегодня в воздух взлетит более 150 килограмм пиротехнических изделий. Причем это «Москлита» проводится в течение недели или 10 дней каждый день. То есть это не разовая акция, это целое мероприятие, праздник на неделю-две. Сегодня предпоследний, предфинальный день, поэтому шоу обещают быть грандиозным. Время половина двенадцатого, то есть до начала сколько? Два с половиной часа. И все уже здесь. У меня была первая попытка посмотреть такое мероприятие пару дней назад. Единственное, что я явилась где-то в половину второго и уже не смогла протиснуться. Мне не было ничего видно, я стояла за домом. Самые хитрые ждуны обзавелись стульками и будут ожидать с комфортом. В отличие от нас, которые сидят на земле. Но самые кайфовые, конечно, места на балконах. Вот это большое здание, красивое, это мэрия. И вот у него шикарный балкон. Но он уже оккупирован. Центр площади огорожен. И там уже установлены всякие пиротехнические штуки и петарды, которые будут взмывать в воздух и оглашать тут все вокруг. Можно оглохнуть, поэтому желательно иметь с собой даже беруши. Мы, к сожалению, об этом не позаботились. А мы с мальчишками в игру играем. Да. Мы тут заняли места, где можно чуть-чуть повыше встать. Но я думаю, здесь и так будет отличный обзор. Это нам не помешает. Самые хитрые оккупируют вот такие вот всякие балкончики, парапетики и кайфуют там. Народ продолжает подтягиваться. И нужно на самом деле оказаться здесь часа за два до начала. Иначе ты будешь стоять где-нибудь тут на окраине и ни хрена не будет видно. Здесь полоса emergency, много полицейских патрулей, но здесь не очень безопасно в медицинском плане, потому что весна, обостряются вирусные заболевания. И такое большое количество людей, оно кашляет друг на друга. Распространяю вирусяки. Прошло полчаса, всего лишь навсего с последнего включения. И вся толпа приблизилась к нам уже настолько, что здесь могут разминуться лишь несколько человек. Тем не менее, здесь просачиваются периодически доставщики еды, и это очень забавно. Их производительность труда супер низка. А вот человек в традиционном наряде. Подобные женские наряды могут достигать 100 тысяч евро. И стартуют от 2 тысяч. Часто передаются по наследству. Жалко, что у нас здесь нет чумроса. Вы знаете, что такое чумрос? Это традиционная еда. Палочки из теста, которые испанцы мотают в шоколад и жюйку. Еще через полчаса проход совсем ушел. И наше спокойствие здесь почти никто не тревожит. А мне тут навеяло воспоминание, когда я последний раз вот так сидел на рамадан в финике, когда возле мэрии давали всем традиционную турецкую кухню. И мы с ребятами ходили попробовать, что это такое празднование, вот это празднование. Празднование празднования. И там тоже не было места, приходилось вот так сидеть на асфальте и кушать, пока не освободились места за столами. Какие-то кефте. Кефте, да. А теперь все то же самое, только еды нет. Контролируем. Шоу довольно долгое и очень шумное. Поэтому я его чуток ускорил, что-то вырезал, приглушив звук. Прости за это. Но может быть это наоборот его даже украсит. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 очень получается популярна тема олимпийских игр и вот люди которые строили эту фигуру у них тут свой шатерчик и все тут ежедневно идет бухталово по поводу завершения у них тоже праздник говорят что они начинают готовиться к следующему фаясу вот сейчас завершится этот и они сразу же начинают они придумывают идею этой фигуры то есть это же все тематически все это продумывают все детали приступают к работе вот это вот так он длится там годами наверное это все вместо наших блинов у нас масленица с блинами а здесь вот угощают такими вот разными сэндвичами бутербродами и чурсами вот они напичканы разной сбухой и мы на масленицу кушаем блины они еще один экспонат вашему вниманию кажется посвящен олимпийским играм мы уже едем в автобусе и вот смотрите еще одна минута тоже в китайском стиле красивая не может быть понимать блин не получилось за снять супер огромная фигура было а вот в автобусе едем на такси-то мы не заработали блогерам много не заработаешь таким как мы и вот смотри прикол на следующий день мы уже в порту в своем сегодня выходной вот ярд молчит два часа и на площади идут взрывы мы километрах в шести и вот такая канонада отражается эхом по этому туманному небу итак 10 дней в городе происходит полный тарарам сегодня последний день пояса сжигание фигур будет уже вечером весь день такой грохот я не смогла усидеть в марине и приехала на все поглазеть посмотрите какая красота по обе стороны по всему городу устанавливают вот такие фигуры их просто сотни вот маленький не нот тут у нас мадам с бокалом с птичками на голове с коктейлем и еще какие-то симпатичные девчонки вот такая и эта красота сегодня будет сжена я вот и выбралась как раз посмотреть что вечером уже их не будет хочется каждую детальку разглядеть настолько все продумано, ярко, красочно это рынок Валенсии здесь даже просто рынок красивый я пойду на поиски следующей фигуры далеко из тебя не пришлось с самого утра они праздновали открытие фигур что закончился монтаж и сегодня последний день поэтому возле каждой фай вот такое количество тоже бэушных уже петард то есть все это взрывалось я не знаю в какое время ну вот остатки роскоши сейчас все будем прибирать вот еще такая фигурка и там расположена палатка в которой сами организаторы все причастны по всей видимости и тоже отмечают у нас женщина-амазонки собственной персоной леопардовой сделаны они очень красиво здесь наверное уже полчаса бомбашат беспродукт, шарашат по крайней мере только в поисках чуроса вот минут 15 уже ух ты какую деталь я углядела смотрите человек придавленный яблоком с айфоном а вот это сидят живые люди я первый раз даже тропанула когда мем проходила они редко шевелились смотрите еще одна красивая большая файя в центре города смотрите еще одна файя на морскую тематику подводный мир кроме этих огромных инсталляций мастерские создают также и фигуры поменьше которые соревнуются за право быть сохраненными в музее куда мы с тобой сейчас и отправляемся чтобы посмотреть победителей почти за каждый из прошлых 100 годов мы находимся в зале с постерами которые символизируют начало фестиваля фаяс в каждом году суть фестиваля заключается в том что скульпторы делают разные фигуры из горючих материалов а потом весной в марте показывают их все на площади и поджигают но победители здесь сохраняют фигуры символизируют добродетели человеческие и пороки сейчас пойдем покажем пороки конечно сильно интереснее это всяческие афиши получается со всех годов 89-90 год вот смотри 88 год да прикольно коллекция постеров 61-62 год давай найдем самый старый постер самый старый постер нашелся он 30-го года давай посмотрим что было во время второй мировой войны 31-33-32-го нету тоже 33-й что-то странно 36-й 36-й 40-й ага 37-й, 38-й, 39-й отсутствие 40-й есть 41-го тоже нету 42-й, 43-й уже появились постеры 44-й, 45-й и 46-й причем война войной а праздник по расписанию такую ведьму жгут летучая мышь это символ Валенсии современные плакаты уже в таком дизайне Вино позиция начинается с фигуры 34-го года это молодая принцесса Лея и Баба Яга с 30-го года почему-то отсутствуют фигуры конечно старые они выглядят очень страшными фигуры делаются из дерева и прочих горючих материалов чтобы они могли гореть потому что их потом сжигают здесь выставлены только фигуры победителей с каждого года остальные были сожжены я не знаю почему побеждали похоже только самые страшные фигуры ну как такая фигура может победить в 50-м году ничего не изменилось фигуры все еще очень страшные у дядька непропорциональный череп вот эта паврошайка даже кот страшно о смотри видимо отличительной чертой этого фестиваля является то что они должны быть все страшные смотри на этого ребенка вот выродок хотя от такого дядьки кто еще мог родиться в 57-м году тоже интересный сюжет победил в 61-м году тоже победила достойная инсталляция в 61-м году тоже победила достойная инсталляция ну тут более-менее нормальная победа ух ё ух ё ух ё в 65-м году победила картина развод лоха на бабки цыганка отрабатывает вместе с детьми готовится на львизи и жуков как будто местная интеллигенция да обрабатывает местную интеллигенцию почти каждая фигура реально здесь произведение искусства и настолько все детально проработано вот мудрявый ботинок там пальчик торчит с ноготком ремень смотрите вот даже сделано все очень четко вот это безумно странное существо идет человек кажется с чемоданчиком для чистки обуви в этом существо складки на животе нет одной ноги по три пальца на руках и по два на ноге очень странная фигня вот вам 55 год картины здесь тоже страшненькие мастера йода похоже наблюдаю я в 75-м году все еще страшненькие 76-й страшненькие вот сюжет у нас прикольный в 86-м году индиана джонс у нас с непонятным существом а это у нас 87-й год такой вот крестоносец с бабёхой 94-й год русалочка которая повидала жизнь японская семья прям шедевр полицейский сказочной страны и еще один прикольный экспонат это Жак Ив Кусто на батискафе с лицом прикольный в 2006-м и 2005-м году тоже два интересных у нас победителя вот более современные фигуры они побеждали уже такими декорациями ну и они не такие страшные как прошлые все таки не очень красивые вот эта фантастичная скульптура является здесь на данный момент последней а тут представлены образцы некоторых инструментов с помощью которых изготавливают эти фигуры самые пожалуйста головы какие-то гипсовые слепки непонятные а вот этап создания головы вплоть до раскраски красочки и да ну чтоб горело хорошо еще до дома доехать целый квест смотрите что я встретил изготовление и сжигание фигуры это конечно главная часть праздника но не единственная всю праздничную неделю в Валенте проходят всевозможные ярмарки костюмированные шествия парады карнавалы выставки выступления артистов и прочие увеселительные и зрелищи мероприятия для детей и взрослых смысл всех этих мероприятий порой нам туристам не совсем понятен а изучение или даже просто знакомство со всеми этими событиями кажется невыполнимым подвигом из-за их огромного количества я не знаю что это было просто какие-то веселые микки-маусы с оркестром ну как же без ярмарки тут вам и масла и бусики и кожаные изделия все что хочешь и там прямо еще одна фая которая сегодня будет сожжена ребят это уже не фая это покровительница Валенсии дева Мария и вчера либо сегодня одним из этапов праздника было возложение цветов ей это все цветы это очень красиво это площадь возле капитального собора это все живые цветы и они пахнут спорта спортаж я закончила только теперь еще надо как-то автобус найти куда ехать непонятно все дороги перекрыты и в какую сторону идти так я уже шла на остановку а тут в самом разгаре какое-то мероприятие все выстроились телефоны на готове мне кажется и я удачно зашла что это е-мое ну ребята тут шторы ведут тут шторы ведут Ребят, если бы мы знали, что это такое, то бы не знаю, что это такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я все еще иду на остановку. По дороге уже встретился карнавал, фейерверк. В конце каждого праздничного дня в той или иной части города устраивался солидный такой салют. Это было довольно поздно, и мы предпочитали смотреть его перед сном прямо с борта яхты. Относительно недалеко от нашей марины располагалось одно из мест с запуска. И несмотря на то, что часть шоу прикрывают соседские мачты, в безоблачную погоду видно довольно хорошо. Глазом так точно сильно лучше, чем на камере, но все же я попытался записать. И так каждый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и кульминацией праздника считается сожжение фигур, которое мы тоже не посетили. Но ты легко сможешь найти на ютубе много съемок сожжения фигур по запросу Крема де лас Фаяс. Чисто для примера покажу несколько отрывков одного из сотен сожжений. И давай прощаться. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах в комментах к этому фильму. А с кем-то даже мы встретимся и на морских просторах. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это что, война что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА